Виктор Александрович Красиным Виктор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот страх, который поселился снова в душах россиян, как его преодолеть? Что нужно делать? У вас очень большой опыт. Я начну вот с чего. Нынешнее движение переживает несомненный кризис. После взрыва, который начался в декабре 2011 года с первой массовой и неожиданной совершенно демонстрацией, прошло после этого, в общей сложности прошло 6 демонстраций. Причем на максимуме у Сахарова по всеобщим расчетам численность достигла, по крайней мере, чуть ли не 100 тысяч человек. Вот. И все это оказалось бесполезно. Все надежды на то, что власти пойдут на уступки или хотя бы даже на какие-то переговоры, все это совершенно окончилось ничем. Власти ни на какие уступки не пошли. Демонстрировать они разрешили. Это была единственная, пожалуй, уступка, что они разрешили время от времени периодически повторять эти демонстрации. Но началось разочарование, которое в конце концов достигло довольно большого уровня, а именно, что мы ходим-ходим, результата никакого. Многие стали говорить, что вообще и ходить нечего, это ничего не дает, тем более по разрешенным маршрутам, это даже унизительно и так далее, и так далее. Вот. Движение сейчас находится в кризисном состоянии. Второе обстоятельство – это то, о чем вы сказали. Это страх. Они пугнули, очень серьезно пугнули, устроили провокацию на Болотной. Вот. Арестовали порядка 20 человек, из которых большинство получат срока. Двое уже получили. Вот. Остальные получат, наверное, побольше и по пятям, может быть, и по восемь. Там статья об организации массовых беспорядков разрешает до восьми лет, а сопротивление властям с нападением на милиционера до десяти лет. Они провоцируют все время. Причем нападение на милиционера всегда инсценируется. Ну, вот как в случае с Мохнаткиным, который пытался просто не дать забрать женщину, ему тогда милостиво довольно дали еще три года. То же самое, кстати, Виктор Александрович, с Кривовым, да? Ведь видно, даже по НТВ, когда показывали картинку, что Кривов пытается отбить демонстранта, выбить его из лап полицейского. А потом это все преподносится тем же самыми НТВ-шками, преподносится как нападение на полицейского. Показывают одно, а говорят другое. Причем нападение на полицейского – это до десяти лет срок. Вот. Так что не исключено, что из оставшихся кто-нибудь получит и по восемь, и по десять. Вот. Так вот страх. Страх. Я не могу сказать, что страх настолько тотален, что люди вообще не хотят и боятся что-либо делать. Но тут совершенно очевидная вещь. Для того, чтобы добиться каких-то результатов, надо вступить с властью в гораздо более жесткую конфронтацию, чем та, которая имела место во время этих демонстраций. То есть, например, собраться на площади, там, десять или двадцать тысяч, и отказаться расходиться. Вот. Это неизбежно приведет к тому, что они за это будут давать срока. А вот вы знаете, буквально недавно я разговаривал с Дмитрием Гудковым, и сказал ему, может быть, 6 мая есть смысл все-таки выйти на Манежную площадь. Он мне говорит, да вот, народ не готов, выйдет там десять тысяч человек и ничего, а может быть, именно эти десять тысяч будут стоить тех ста, ста пятидесяти? Да, конечно. В конце концов, настроение все-таки сейчас созревает. Несмотря на кризис и несмотря на страх, который многие испытывают, и не хотят просто садиться, вот, у людей семья, работа, жизнь, и вдруг идти в лагерь. Вот. Так вот, когда этот барьер будет преодолен, когда появится та жертвенность, которая была у диссидентов, ведь диссиденты знали, весь актив диссидентский знал, что срок неизбежен. И, несмотря на это, продолжали действовать и получали срока. Причем, если вначале давали три года по 190-й статье, то потом они от нее отказались, перешли к 70-й, стали давать и по 5, и по 7, и разрешалось еще плюс 5 ссылки. Это для тех, кто не знает, напомню, 70-я статья – это антисоветская деятельность и пропаганда. Да, антисоветская пропаганда с целью подрыва советского государственного строя. Вот так формулируется эта статья, буквально так же, как формулировалась до этого 58-10. А как вы считаете, чекисты вернутся к этой статье, они ее, они какой-нибудь такой закончик издадут? Как что? Ну, вот там антипутинская пропаганда будет, там анти... Это уже есть, понимаете, статья об экстремистской деятельности – это по существу повторение 70-й или 58-10. Только там изменились только формулировки. Там была антисоветская деятельность, а здесь разжигание вражды, ненависти, экстремизм и так далее. Это просто иная формулировка той же самой идеи. Так что статья эта уже есть. Вот. И они пока не очень активно к ней прибегают, но они в случае надобности начнут очень широко обвинять в экстремизме и в подрыве и все прочее. Вот. Так вот, дело в том, что пока нету главного качества жертвенности. Того самого качества жертвенности, которое обладали диссиденты. Но ведь вас тоже было мало. Вас ведь тоже было мало. И то, что произошло с Советским Союзом, все произошло сверху. Да. Ну, вы знаете, о диссидентском движении часто говорили, особенно в период самого диссидентского движения, что это ничего не дает, власти ни на какие уступки не идут и, конечно, не пойдут. Но вместе с тем диссидентское движение добилось очень-очень-очень важных целей. Во-первых, была создана гласность, которой в Советском Союзе не было. Диссидентское движение создало, на самом деле, оппозиционную гласность в СССР. Диссидентское движение превратилось де-факто в признанную Советским правительством оппозицию. Потому что, если бы они не признавали молчаливо, что существует оппозиция, хотя периодически наиболее активных арестовывали, но диссидентское движение продолжалось. Приходили все новые и новые и новые. Оно продолжалось, по существу, 17 лет. С 1965 года, с первой демонстрации в защиту Синьевского и Даниэля, и до начала 80-х, когда Андропу удалось весь основной массив диссидентов выдавить за границу, а остальных пересажать. Но оно существовало, и правительство фактически с ним мирилось. Потому что, если бы оно не мирилось, то нас бы пересажали всех за один месяц. А вот здесь, кстати, в наше время, очень часто приходится слышать один такой пункт. Нет человека, за которым бы пошли широкие массы населения. Это, кстати, очень верный пункт, потому что в диссидентском движении были совершенно очевидные лидеры этого движения, которые демонстрировали всем именно, прежде всего, это качество, что я не боюсь, меня арестуют, я на это иду. Во-первых, это был Сахаров, который был очевидным и совершенно и признанным лидером правозащитного движения. Кроме него был еще целый ряд очень сильных фигур. Генерал Григоренко, о котором я уже упоминал, Лариса Багарас, Петр Якир, Павел Литвинов, Владимир Буковский. Это все были... Хотя диссиденты терпеть не могли слово «лидер», мы все одинаковые, мы все пойдем в тюрьму, и никаких лидеров нам не надо. Ну и сейчас, кстати, так часто говорят. Сейчас тоже говорят, что... На самом деле, если бы появилась фигура... Нужен нравственный лидер, а не политический. Политические лидеры есть. Навальный, Немцов, и можно назвать еще целый ряд имен. Это все лидеры политические. У движения нынешнего нет нравственного лидера. Такого, каким был Сахаров, или каким был Ганди, или каким был Мартин Литеркинг. Вот. Если такая личность не появится, то должны появиться, как я упоминал уже несколько имен из диссидентского движения, которые по существу были лидерами этого движения, должны появиться лидеры. Но эти лидеры должны исходить не из политических амбиций, как нынешние лидеры, для которых цель – это борьба за власть, а должны исходить из нравственного императива, что, вот, как диссиденты, что бы ни случилось, я буду стоять до упора, так сказать. Ну, практически, это, очевидно, должно выразиться в том, как мы уже упоминали, что если люди придут на площадь и откажутся расходиться. Скажите... Ну, это жестко винтить, это ясно совершенно. Но если такие акции будут повторяться, вторая, и третья, и четвертая, и власти увидят, что 15 сутками не отделаешься, они начнут давать срока. И вот тут самое главное – устоят ли люди, и будут ли на их место приходить другие, и продолжать. И в этом случае можно ожидать, что власти сразу не уйдут, но можно ожидать, что они начнут идти на уступки. И последний вопрос. Как все-таки научиться не бояться? Как убедить себя не бояться? Вы знаете, научиться этому невозможно. У вас должно созреть ощущение, что вы готовы идти на любой риск, и это внутреннее чувство, которое вы можете только сам в себе воспитать. Понимаете, его нельзя ни привить, ни уговорить и так далее. Если человек не готов, он не готов. Вот. Эта внутренняя готовность созревает, но она является продуктом некоторого общественного движения. Понимаете, если само движение перейдет на некоторую ступень более сильного сопротивления, то тогда из этого движения, естественно, появятся люди, которые готовы идти до конца. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Итак, самое главное – не бояться, потому что страх – это главное оружие нашего общего врага. Смотрите «Притвестник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова